Всем привет, с вами Илья и передо мной гора рассыпухи датчиков и разных Ардуин. А что ты не делай на Ардуине, все равно получится метеостанция. Ну а раз так, то пусть она будет DIY на максималках. Из горы этого электронного хлама в случае везения, наверное, можно было бы собрать Боинг. Хотя, конечно, у мартышек шансов побольше. Большая часть из коллекции это либо части ракетной электроники, либо купленные за компанию детальки. Вот, например, датчик БМЕ-280. Это собрат БМП-180, который используется в бортовом компьютере ракеты в качестве альтиметра. Только еще с датчиком влажности в дополнение к датчику температуры и давления. Подключаем его к Ардуине и уже готова метеостанция. Но давайте для начала определимся задачами, что вообще мне нужно. Я хочу собирать исторические данные о погоде, например, с периодом от года внутри и снаружи дома. Например, чтобы в будущем управлять температурой в доме, регулируя котел. А также я хочу иметь данные о ветре и подключенных электрических устройствах, например, генераторе и его нагрузке, находящихся в моей мастерской за пределами дома. То есть мне нужно несколько устройств, сеть датчиков, целый интернет вещей, который будет отслеживать разные параметры, сохранять их и предоставлять к ним доступ в удобной форме. Поэтому я решил использовать один сервер, в качестве которого послужит старенькое, но вполне годное для этой задачи Raspberry Pi или просто малинка, на которой будет запущен веб-сервер и база данных. А также сеть датчиков, в принципе любое их количество, часть датчиков в доме и в ближайшем радиусе будем опрашивать через Wi-Fi, а часть удаленных через LoRa. Итак, начнем с сервера. В качестве сервера малинка первой ревизии, подключаемая к роутеру через Ethernet. Для начала через raspi.config включаем SPI, SSH и, если надо, камеру. Дальше пишем код с сервера на Python. В качестве веб-сервера я использую Flask и, не вдавая в детали, создаем логику страниц и их шаблоны, предварительно создав базу данных и написав несколько запросов на добавление и выборку данных. В качестве базы данных я использую SQLite 3. И самое главное, пишем REST API для приема и передачи показаний от датчиков. Добавляем несколько точек на пост и get-запросы, обрабатываем их, чаще всего просто делая запросы к базе данных. Ну и собственно сервер готов. Для удобства добавляем пару bash скриптов для запуска веб-сервера и проверки того, что веб-сервер жив. Добавляем запуск скриптов в планировщик cron. Правда, если мы хотим собирать данные от датчиков, подключенных по лору, нам нужно будет еще подключить и написать логику отдельного лора приемника также на Python. В целом тут все сравнительно просто. Запускаем модуль по SPI, строго обязательно с частотой, совпадающей с частотой передатчика. Ждем получение пакета, проверяем, что это корректный пакет. Я вот, например, не использую шифрование или какой-то хитрой кодировку пакета, поэтому просто проверяю первые три символа пакета и в зависимости от этого дергаю нужную ручку API на сервере. Приемник лора стартуем в параллельном процессе во время запуска сервера. Если все сделано правильно, то в логе мы увидим получаемые данные от сервера и запросы на выдачу страниц. А на страницах мы увидим, например, дэшборд со сводными данными от метеостанции или, например, исторические данные в виде графиков, которые нам любезно нарисуют плотли, ну или просто данные в табличном виде. Теперь о самих датчиках. Поначалу я все хотел делать на ардуино, но подключать ардуино к домашней сети это какие-то лишние телодвижения и проблемы на ровном месте. А если покупать ардуино-подобные устройства с Ethernet или Wi-Fi на борту, то это еще и выйдет дороже, чем, например, использовать отличную плату NoteMCU ESP8266. Учитывая ее невысокую стоимость и что она имеет на борту Wi-Fi, это отличный выбор. Подключаем к ней BME280, термометр, барометр, гигрометр, создаем данные своей сети и уже можем смотреть показания в веб-интерфейсе сервер. Для домашней станции отличный вариант и располагаем только датчик, где нужно, подальше от батареи. Можем смело соглашаться с утверждением, что Уличный датчик имеет такую же конфигурацию и прошивку, что и внутренний, за исключением того, что номер устройства Device ID для внутреннего 0, а для внешнего 1. Также к внешнему устройству можно подключить датчик дождя или датчик ультрафиолета, ну грубо говоря отслеживать интенсивность солнца, чтобы знать когда не стоит копать картошку, ну или косвенно оценить эффективность выработки от солнечной панели. Тут надо бы сделать ремарку, что очень важно расположение и правила установки метеостанции для получения правильных показаний. Дело в том, что дождь, солнце или ветер очень сильно будут влиять на результаты. От дома, например, идет тепло, так что станция должна быть расположена в двух-трех метрах от дома. Только надо ее поставить так, чтобы датчик был над открытой землей и ни в коем случае не над бетоном. Она должна быть закрытой от атмосферных осадков, но при этом хорошо быть вентилируемой, а также либо находиться в постоянной тени, либо она должна быть выкрашена в белый цвет. И мне вам показать нечего, потому что на улице вот это. И будет лето, я сделаю метеобудку, да. Угу. Еще на ESP8266 можно сделать удобный экран информера за данными от метеостанции, например, часами, чтобы каждый раз не лезть в веб-интерфейс. Для этого соединяем нот МЦУ, RTC и дисплей, пишем простую прошивку, немного осложненную бегущей строкой. И вот он, информер готов. Да-да, он тоже без корпуса, но расстается снег, откроется мастерская. Вы что думаете, почему новых видео не выходит? Вот то-то и оно. Датчики, которые будут находиться за пределами дома, мы будем делать на Arduino Nano и LoRa. Ну, например, возьмем и подключим к нему пару амперметров и вольтметр, чтобы понять, сколько мы получаем электричества от генератора и сколько тратим. В мастерской. Соединяем, пишем скетч, прошиваем. Если все сделано правильно, то мы будем получать показания от этих датчиков на удалении сотен метров. Но, внимание, никогда не включайте LoRa модуль без подсоединенной антенны, иначе он сгорит. И всегда убеждайтесь в том, что частоты приемника и передатчика совпадают, иначе вы ничего не получите. По датчикам и электронике вроде бы и все, но хочу сказать, что я пару раз скетчи дописывал из-за того, что время от времени нот МЦУ любят теряться и не подключаться к Wi-Fi. Да и вообще роутер любят подвисать и нормально не работать с вялыми устройствами. Поэтому я раз-два в день перегружаю малинку и принудительно раз в час перегружаю ESP8266. Более того, после передачи данных с датчиков лучше отрубать Wi-Fi и после таймаута переподключаться. Так работает сильно надежнее. Плюс более энергоэффективно. Если вы захотите запитать ноту МЦУ от батареек, то и вовсе можно использовать не задержку дилей, а режим глубокого сна. На этом можно было бы поставить точку и сказать, что вот какая прекрасная модульная метеостанция у меня получилась. Но по правде сказать, на данные с нее я смотрю пару раз в день только. Все остальное время данные просто копятся, а больше данных можно заняться прогнозированием, предсказанием, нейросетями. И чтобы не было так грустно и бесцельно получаемыми данными, можно делиться. Я нашел несколько сервисов, с которыми можно поделиться данными со своей PWS – персональной метеостанцией. Это Weather Underground – самый известный старый из сервисов. Правда, теперь имеющий платную подписку и ограниченный бесплатный срок использования. Отличный и красивый PWS Weather, имеющий тот же формат данных, что и Weather Underground. Еще данными можно поделиться с Open Weather Map – это латвийский сервис, делающий усредненный прогноз погоды на данных с локальных метеостанций. Правда, никак не отображающий загружаемые данные онлайн, ну или наш Народ Мон, народный мониторинг, к которому можно подключить и внешние датчики, и открыть их, и внутренние, оставив данные с них приватными. Сервис полу альтроуистический, к нему, как и к Open Weather Map я написал Python обертку, через которую в разы удобнее работать. Но все-таки он отличный, могу порекомендовать. Вот теперь уж точно все. Более подробное описание проекта ищите на хабре-хабре. Ссылка в описании. Оставляйте комментарии и лайки. Подписывайтесь на канал, если здесь вы впервые, и бейте в колокол, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Илья, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!